Итак, привет, друзья! Сегодня у меня в гостях канал «История в монете» Роман. Да, всем привет! Да, он немного сейчас представится о себе, думали он занимается, во-первых, блогингом и темой монет. Расскажи, пожалуйста. Тема, которая меня больше всего интересует, которую я собираю чисто для себя, это монеты античности. Конечно, нет возможности охватить необъятное. Я собираю конкретно монеты Ольвии по возможности, но также интересуюсь и римлянами, и греками, и так далее. То есть спектр интереса весьма большой, но в основном это античность, период античности. Сейчас я предлагаю поучаствовать в аукционе, в лоте «Тетра Драхма» с Афиной. Я себе давно хотел такую коллекцию, такую монету. И вот сейчас на аукционе «Биолити» она есть, и я предлагаю разобрать эту тему. Параллельно я буду делать ставки и попытаться выиграть данную монету. И предлагаю на тему «Тетра Драхмы» побеседовать. Возможно, ты знаешь, вот сколько ходила вот эта монета «Тетра Драхма», сколько реально она была. Ну, тут я для понимания сразу немножко отойду в сторону. Я иногда буду перескакивать с номинала на номинал, то есть из «Тетра Драхма» на «Тетра Драхма» чисто для удобства. Я не буду как-то акцентировать на это внимание. Что такое «Драхма», расскажи. Чего? Вот «Тетра Драхма» и «Драхма». А расскажи для тех, кто не знает, чем отличаются. А, это разные номиналы. То есть «Тетра Драхма» – это исходная единица, то есть как у нас гривна. А «Тетра Драхма» – это 4 «Драхмы». Ну, вот, допустим, как у нас там 20 гривен, да, номинал более крупный. Что касается обихода, то появляется «Тетра Драхма» как монета еще в VI веке до н.э. То есть, учитывая то, что первые монеты появляются в VII до н.э., то монета весьма-таки старинная. Активно обращалась именно греческая и кинская. Это какой год, получается? Это какой год до н.э.? В VI до н.э. это, получается, 500-е годы. Ну, примерно так, серединка. То есть она появляется именно как монета. По той причине, что там «Драхма», «Тетра Драхма» – они существовали и раньше, но как расчетные единицы. Вот. А монета появляется в середине VI века до н.э. Активно, скажем так, юзается, это V-IV века. Ну, это время расцвета финн. Потому что финская «Тетра Драхма» была, ну, можно сравнить с долларом США в наше время, да. То есть ее использовали не только в Греции, но и на Востоке, и в многих других соседних странах. Но тут надо сказать еще такое, что с упадком, скажем, античной Греции «Тетра Драхма» не исчезает. «Тетра Драхма» не исчезает. А потом появляется у нас на горизонте, скажем так, восходит солнце более северного государства Македонии. Филипп Македонский и его сын, всем известный Александр, они также чеканили Тетра Драхмы. Потом огромное государство Македонское весьма быстро распадается. Но на осколках также возникают новые государства. Это время эллинизма. Также чеканятся отличные Тетра Драхмы. Наверное, самые красивые за всю историю. Потом приходит Рим, но и в Риме также были Тетра Драхмы. Но они были как бы не имперской монетой, а чеканились в провинциях, на окраинах Рима. Когда вообще чеканили последнюю Тетра Драхму, я точно сказать не могу, но во всяком случае в 300-х годах нашей эры римские императоры в провинциях еще чеканили Тетра Драхмы. Правда, там одних осталось одно только название. Что касается афинской Тетра Драхмы, то там три главных типа. Это архаический, то есть самый первый. Это классический, в том числе твоя монетка, самый распространенный. Ну, скажем, классический и в нумизматов тоже тип. И поздний тип, то есть заключительный этап чеканки. Все три эти типа очень сильно отличаются между собой. Но при этом и на всех троих есть обязательные атрибуты. Это афина и это садва на оборотной стороне. А почему такое название, как ты думаешь, Тетра Драхма? Тут нужно сначала привязаться именно к Драхме, более мелкому номиналу. Дело в том, что еще задолго до того, как появляются монеты, вот именно в таком материальном серебряном виде, скажем так, они существовали, эти названия, как счетные единицы. То есть мелкие номиналы, это были оболы. Обол это... Одна шестая у нас. Да? Обол, одна шестая, но до монет это была палочка ценного металла. С серебра там или золота, которых рассчитывались, когда еще монет не было. Одна палочка, это обол. А как у нас в примере, когда была гривна киевского типа, еще были гривны новгородской, то есть палочки и серебра. Да, 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 что-то похожее. В ладонь взрослого мужчины, вот, в кулак, да, в пригоршню такую помещалось шесть оболов. И вот эта, которая в руку помещалась, имела название Драхма. Вообще разных номиналов там огромное количество, и серебряных, и бронзовых, и золотых, но золотых поменьше. Вот, то есть такая вот шесть оболов, шесть палочек в руке, это Драхма. А чеканились? Вот ты говоришь, что там они чеканились из серебра, золота, что еще? То есть использовали разные металлы, или с чем связано? Или там от природа времени? Ну, зависело очень от номиналов. То есть мелкие номиналы, типа как наших копеек, да, они чеканились из бронзы в основном, в античном мире. А номиналы более покрупнее, то есть более значимые. Чеканились, естественно, из более дорогого металла, из серебра. Ну, и такие номиналы, как статеры, допустим, крупные, которые равнялись там десяткам Драхм, они, естественно, чеканились из золота. А были ли подделки в те времена? Вот эти Тетра Драхмы, колепали их из разных металлов, чисто вот типа под серебро, или серебри, или как-то делали такое? Да, ну, с тех пор, как появляются деньги, появляются и фальшо-монетчики. Ты, наверное, видал, есть такие зарубинки. Да. Видел, да? Да, да, да. Какие удары? Эти удары называются тескатами. То есть при совершении вот тех древних, древнегреческих сделок между древними греками, именно так проверялось качество металла. То есть монета и внутри серебряная, или только снаружи. Причем таких зарубин иногда-то может быть до десятка на монете, там одна каша из них остается. Особенно часто это на Тетра Драхмах Филиппа Македонского они встречаются, там практически невозможно найти монету без тескатов. То есть таким образом проверяли. А вот смотри, вот на этом лоте, который прямо сейчас, здесь какая-то дырка прямо. Вот сейчас, пожалуйста, открой аукцион. И там буквально под глазом Афины, это прям не зубило, а прям какая-то, не знаю, чем это могли сделать. Что можно... С другой стороны, видно на сове, конечно, такими как бы зубилами, да, проверяли. А вот конкретно с другой стороны, что это такое, как это может быть? Я вижу. Ну, то есть это, наверное, просто разные формы зубила. Там, наверное, не сильно парились по тому поводу. То есть видно, что это... Там и на оборотной стороне тоже две зарубинки на сове совершенно разные. Одна такая более на колу... Ну, такая более угловатая. А вторая, как будто разрез через сову. Может, это разные люди со всем делали? Разные люди со своими зубилами? Ну, может быть и так. Может быть, просто использовали тот инструмент, который... Который был под рукой, скажем так. Я не думаю, что там они, ну, искали какой-то смысл в одинаковом инструменте. То есть главное было разрубить металл и посмотреть, какой он там внутри. А что можно было купить, собственно, на... Как ты думаешь, на тетрадрахму, на обол? То есть вот за такой номинал монеты. Что реально можно было купить в те времена? Самые низшие слои населения, те, которые получали пособие по инвалидности, социальное пособие, да, такое тоже было, они получали около одного обола в день пособие. То есть это получается почти драхма за неделю. Хорошие... Нет, не хорошие. Просто специалисты разные, скажем так, черно-рабочие, да, просто работники самые разные, они получали там один-два обола в день. Примерно столько же получали и обычные солдаты. Солдаты, которые служили на флоте, и конные, пусть там две-три драхма. Полководцы, которые, скажем так, возглавляли все это дело в армии, там три драхма в день. Это весьма-таки неплохо, если сравнивать с прожиточным минимумом. Да, те специалисты, которые более узконаправленные, которые хорошо шарили в своем деле, они могли получать даже и драхму в день, то есть почти как полководец. Но тут, как и в наше время, сильно зависит от того, насколько ты хороший специалист, и насколько ты себе там поймаешь клиентов. Чем больше поймаешь, тем больше заработаешь. Что касается еще немножко зарплат, хорошие учителя и врачи тоже получали хорошие деньги. Строители хорошие и так далее. Во времена расцвета полисов они также неплохо зарабатывали, то есть им получалось несколько драхм в неделю примерно. Вот. Что касается цен. Топор, допустим, стоил, если я не ошибаюсь, 7 драхм. То есть если ты хорошо зарабатывал одну драхму в день, то за недельную зарплату мог купить топор. Примерно столько стоил лук. Просто лук без ничего. Ну, это не тот лук, который на грядке, это тот, который там пил, пил. Вот. Лук с колчаном стоил около 15 драхм. Набор одежды шерстяной 20 драхм. Примерно столько стоил щит. Ну, для солдат 20 драхм за щит. Бэк, корова, они стоили там 50-70 драхм. Ну, если в тетра драхмах, это все делить на 4. Вот. А лошадь стоила немножко подороже. Хорошие ездовые быстрые лошади могли стоить больше 1000 драхм. То есть это получается больше 250 тетра драхм. Ну, опять же, похожая ситуация, как и в наше время. Хорошие лошади стоят тоже хороших денег. Вот что интересно. Известна цена, за которую Филипп Македонский купил Буцефала, коня для сына Александра. А сколько же стоит Буцефал, вы узнаете во второй части этого видео. Как видите, я выиграл в этих торгах, и монета поедет ко мне. И в следующем видео вы узнаете продолжение истории, сколько же стоит Буцефал, и как выглядит эта монета. Так что переходите по ссылке в описании на следующий ролик. И подписывайтесь обязательно на канал История в монете, на канал Виолити, и принимайте участие в торгах. Это очень интересно.